Привет, друзья! Вы на канале Честный Предприниматель и сегодня рубрика «Мой на дел». Аренда земельного участка у государства. 3% от кадастровой стоимости. Супер выгодно. Стройся не хочу, но мы отказались от этой идеи. Рассказываем сегодня, почему мы так сделали. Первая причина. Схема работы на самом деле очень-очень старая. И 20 лет, и 25 лет назад все это работало. Можно было взять землю для строительства своего дома недалеко от МКАД и буквально за копейки. То есть арена тогда у людей стоила за участок 10 соток примерно 2000 рублей в год. Тем не менее, желающих было не очень много. И, ну, наверное, потому, что об этом мало кто знал. Но с появлением инфокурсов, когда люди поняли, что самые легкие деньги у нас находятся не в работе, а именно в инфобизнесе, в том, чтобы рассказывать на большие массы о том, как сделать деньги, конечно, конкуренция на этом фронте стала увеличиваться. В администрациях поняли, что если так и дальше пойдет, то, собственно, земли скоро не хватит. Конкуренция стала просто бешеной. Цены на торгах стали взлетать уже в прошлом году. То есть за участок 10 соток, например, в Подольском районе можно было заплатить больше 8 миллионов рублей аренды в год. В то время как он при покупке стоит не больше 5 миллионов по рыночной стоимости. Итак, первая причина, почему мы решили уйти от аренды, это невероятно большая, постоянно растущая конкуренция. Каждым годом становится все дороже. Если один участок можно было арендовать 2 года назад за 100 тысяч рублей, то сегодня этот же участок арендовать за 100 тысяч рублей невозможно, а возможно миллионов за 8. Ну, к сожалению, такие у нас реальности. Поэтому администрация стала прибегать к различным способам сделать аренду менее выгодной, более дорогой. Более того, отказов стало больше еще на этапе запроса самого земельного участка. То есть он просто даже не доходит до торгов. А те, которые администрация обещает вывести на торги, стали появляться там спустя 5-6 лет. Ну, то есть совсем какие-то неадекватные сроки. Земли выводится на торги крайне мало, соответственно, конкуренция очень большая. Людей немножечко ввели заблуждение в связи с тем, что большинство реально думает, что если они возьмут участок в аренду там миллионов за 10, они за 2 месяца побыстренько вам построятся, то есть не больше 2 миллионов тут оставят и дальше пойдут уже этот себе участок продавать там с выгодой миллионов 2 сверху. А по факту получается так, что даже если дом удается построить за 2 месяца, то подвести к нему коммуникации, а это хотя бы электричество, сделать в нем отделку, подключить автономные коммуникации, если там нет центральных. Ну, это просто нереально сделать за 2 месяца. Плюсом еще сюда учтем, что есть сроки оформления и самого дома, и заявление на выкуп у нас рассматривается определенный срок. И, собственно, выкуп у нас тоже происходит немоментально. Сейчас розовыми очками бегут в эту область, бьются на торгах, поднимают ценник максимально. Потом, конечно, сидят в шоке от того, что они натворили, потому что реально выкупить за очень короткий срок удается далеко не всем. Итак, второй момент, почему мы отказались от аренды земельного участка. Администрация стала вставлять палки в колеса застройщикам. Мы сейчас расскажем, как это происходит на примере тех участков, которые реально арендовали мы, и с тем, с чем столкнулись реально мы и наши знакомые, которые работают в этой области. Первый момент касается того, что, например, в Московской области в прошлом году, в марте, было введено постановление, которое, конечно же, противоречит федеральному закону, но на это никто внимания не обратил. Дом должен быть не менее 5% от площади земельного участка. Если у вас в аренде был участок 10 соток, и вы поставили дом больше, чем 50 квадратов, то проблем у вас возникнуть не должно. По идее. Вот если у вас участок был 30 соток, а вы поставили дом всего лишь 100 квадратов, то проблемы у вас, конечно же, будут. И вы представьте, люди же строят дома не моментально, скажем так, а в этом постановлении вообще многие узнавали по факту уже, когда получали отказы. То есть строили-строили дом, вложили в него кучу денег, душу, все до последней копейки, остались еще с долгами, пошли выкупать, оказалось, что еще 50 квадратов не хватает. И вот как быть в такой ситуации, как бы вообще непонятно. Изначально-то участок арендовался на других условиях, а потом получается следующая картина, что выкупить уже на тех условиях мы не можем земли. Да, отсюда идут суды. И, кстати говоря, люди выигрывают их, но время потеряно, нервы потеряны, деньги потеряны. Когда идет суд, аренду приходится платить. Суды у нас идут обычно не меньше года по таким делам, связанным с отказами в выкупе, а то у кого-то и полтора года. И, соответственно, вот взяли вы землю за миллион в год, вот вы еще и миллион там минимум оставите. Возможно, вам потом удастся, конечно, если вы играете суд, спорить это решение и вернуть ваши деньги, но это все, конечно же, займет достаточно много времени. И хорошо, если миллион этот у вас будет, что вы смогли, пока идет суд, оплачивать эту землю. Потому что, если вы не сможете ее оплачивать, то придется и попрощаться и с вашим домом недостроенным, таким, какой он есть, и с землей, которую вы арендовали. Итак, на примере одного земельного участка, который у нас сейчас. Мы честно победили на торгах. Сходили в администрацию и узнали, какой же дом должен быть построен. Мы подали уведомление о начале строительства. Мы построили этот дом. Мы подали уведомление о завершении строительства. Мы подключили коммуникации, но все равно администрации это не понравилось. Судом был построен довольно короткие сроки. И администрация всячески делала нам отказы. И мы пошли в суд. Первую инстанцию мы прошли. Но администрация, как и всегда, продолжает вставлять палки в колеса, говоря о том, что, ну, то, что вы выиграли первую инстанцию, это ничего не значит, потому что мы пойдем и во вторую инстанцию, и в третью инстанцию. И еще касация. Это затягивание процесса на невероятные сроки. Разумеется, мы потом будем подавать в иск еще один по возврату излишнеуплаченной аренды. Но это будет неизвестно когда, а пока что наши деньги заморожены в этом объекте. Ну, то есть рентабельность проекта минусовая. На суде я задал юристу один простой вопрос. Ведь вот эта вот формулировка отказа может подойти к любому строению, расположенному на земельном участке. К любому абсолютно. На что мне юрист без всяких сомнений сказала утвердительно «да». Поэтому какой бы дом вы не построили, администрация скажет вам, что это здание второстепенного назначения, и вы пойдете в суд. И за то время, пока вы будете в суде, вы будете платить, платить, платить арендную плату. Второй пример – ситуация, произошедшая в Крыму. Участки там сравнительно недавно стали выводиться на торги, и делает это исключительно администрация. То есть, если по всей России вы можете сами найти свободный кусочек, его сформировать, подать запрос, то в Крыму такое пока недоступно. То есть, только администрация знает, какие же земли действительно являются свободными, сама выставляет их на торги. Таким образом, мы пришли на торги в Крыму, получилось у нас удачно не с первого раза, но итог был таков, что мы взяли три участка общей площадью полтора гектара. Взяли мы их в мае прошлого года, совсем по минимальной цене. И что же произошло дальше? Примерно в июле 2022 года выходит постановление, которое касается теперь всего Крыма, о том, что для того, чтобы выкупить этот земельный участок, нужно на нем построить дом. Но это не новое. Новое вот что. На что нужно, чтобы вы владели этим домом минимум 5 лет. То есть, 5 лет мы должны платить арендную плату без возможности выкупить этот земельный участок. Вы понимаете, это конкретно меняет все дело. То есть, ладно, мы взяли участок за символические 30 тысяч рублей в год. Мы готовы платить аренду 5 лет, но, скорее всего, больше, потому что первый год мы не планировали строиться. Но это если все будет так, к моменту выкупа. А вы представляете, что будет с людьми, которые взяли земельные участки за миллион, полтора и два, с надеждой построить дом и в ближайший же год выкупиться. То есть, они должны будут за эту землю отдать минимум 5 миллионов, которые, скорее всего, земля даже, в принципе, близко не стоит. И дальше-то им деваться некуда. Первые деньги-то уже уплачены. Возможно, дом уже построен. То есть, людей просто поймали в такую ловушку этим самым постановлением. Еще один случай произошел с нашим знакомым в регионе, когда они взяли много земельных участков в аренду. Там еще по постановлению. Но в процессе строительства выходит новый закон, когда процент выкупа этого земельного участка с 3% пеняется до 50. В этом случае никак оспорить у них не получилось, даже в суде. Поэтому они завершили аренды как можно скорее, от каких-то участков отказались, потому что эта перспектива становится архиеневыгодной. Но с увеличением числа желающих получить земельный участок у государства за копейки, а их количество увеличивается в геометрической прогрессии, с выходом всяких инфокурсов, которые затмевают их ум. И все-таки инфокурсы нужно слушать через слово и воспринимать всю информацию через слово, не так, как они говорят, делайте, делайте, делайте. Надо думать все-таки. Дело становится очень-очень рискованным. Но, по крайней мере, у нас все равно остается в аренде еще много участков, и мы обязаны их довести до конца, а не бросать же уже. Скрестив пальчики, будем доделывать эту работу. Будем делать сразу все по-моему. Когда построили дом, ребята, вызывайте экспертизу, сразу экспертизу, которая скажет, что этот дом жилой и капитальный. И вместе с вот этой экспертизой, с результатом ее отправляете в администрацию. Ну, мы надеемся, что в следующий раз это нам поможет. Потому что, когда мы начали судиться, от администрации прозвучала такая фраза. А что вы экспертизу только сейчас принесли? Почему вы сразу ее не подали? Конечно же, нет, никто не обязан ее вообще делать, и тем более подавать. Но, тем не менее, если эти траты, пусть 20 тысяч, помогут нам преодолеть этот порог проблем, скажем так, будущих возможных, то мы готовы сделать такие траты. И на самом деле сейчас советуем тем, кто оказался в подобной ситуации, в аренде, поступать именно так. Вообще, ребята, мой вам совет личный. Не доводите это дело до суда, потому что судиться можно бесконечно. И на выходе результат будет под вопросом. Нужно идти и точечно бить в администрацию. Пошли по начальникам. Давайте всяких нагружать этих чиновников разного рода проверками, прокуратурой и тому подобное. Потому что иначе это будет чинный беспредел. Мы не говорим о том, что вообще заниматься землей от государства это плохо. Это очень хороший вариант, потому что в любом случае, что аренда, что покупка, оно, как правило, выходит ниже рынка. Главное в аренду идти с умом и не участвовать на дико дорогих аукционах. А также не идти туда без денег, если у вас нет возможности, в случае чего, ее оплачивать какое-то время. Поэтому на самом деле в последнее время, буквально в последние несколько месяцев, мы ориентируемся на то, чтобы просто сразу покупать земельные участки у муниципалитета. Цену стандартно ставят пока что равную кадастровой. В большинстве муниципалитетов она чуть ниже рыночной, либо равна ей. Соответственно, мы просто выбираем такие участки, которые находятся в классных, интересных местах, живописных местах. И практически без конкуренции забираем эти земельные участки себе. Конечно же, для строительства своего дома. Также можно рассмотреть какие-то участки для дальнейшего межевания. Ознакомиться с нашей инструкцией о том, как вообще найти пустой земельный участок, как его арендовать или купить сразу. Какой дом построить, если вы его арендовали и вам нужно выкупить обязательно с дома. Все это есть в нашей инструкции на сайте мойнадел.ру. Заходите, ознакомьтесь. Эта информация полезна будет абсолютно всем, даже если вы не планируете работать с нашим государством. Потому что там мы также подробно рассказали о земле в целом. О том, что такое категория земельных участков, что такое виды разрешенного использования. Поэтому, если хоть раз задумывались о том, что вам нужна земля, нужен земельный участок в населенном пункте, то вам обязательно стоит изучить нашу инструкцию. Ссылочка в описании. Ну что, друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ставьте колокольчики, чтобы не пропустить новые материалы. Они будут и по земле много работаем, много земельных участков запрашиваем. Судимся с администрацией, ругимся и все такое. Пока.